Первыми на поле вышли команды из Анапы и Челябинска. По результатам трех партий хозяева площадки уступили гостям. Но поражение нисколько не сломило дух нашей сборной. Игра помогла выявить слабые места и раскрыть сильные стороны. Анапа всегда отличалась очень хорошей защитой и выносливостью. Потому что условия позволяют, тренироваться в этих условиях очень сложно. Поэтому все всегда отличают нашу команду тем, что мы хорошо играем в защите при невысоких достаточно ростовых данных. То есть именно защитные действия – это наша сильная сторона. Ну и естественно выносливость. В Анапской сборной как молодые спортсменки, так и уже опытные волейболистки. Тренировки проходят на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Площадку высоко оценили гости, отметив и уровень подготовки анапских спортсменов. Это очень у нас популярные соревнования. Мы их очень любим. И всегда есть летом где посоревноваться. Потому что в других местах соревнований летом практически нет. Через год бывает спартакиада, а эти соревнования у нас ежегодные. И мы всегда к ним готовимся и все время к ним стремимся попасть сюда. Чемпионат профсоюзов среди женских команд продлится пять дней. Соревнования традиционные. С каждым годом в них принимают участие все больше спортсменов. Отбор победителей проходит по круговой олимпийской системе. А имена медалистов станут известны уже во вторник.